В Вене прошла встреча лидеров Армении и Азербайджана Сержа Сарксяна и Ильхама Алиева. Это первые переговоры с момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Президенты заявили о готовности к мирному регулированию конфликта. Договорили соблюдать перемирие в Карабахе на основе соглашений 1994-1995 годов и подтвердили, военного решения конфликта быть не может. Руководители государств пришли к согласию о необходимости постоянного мониторинга ситуации в зоне конфликта со стороны ОБСЕ. Следующий раунд переговоров пройдет в июне. Украина и Турция подписали план военного сотрудничества. В нем конкретные меры по наращиванию оперативных возможностей вооруженных сил Украины. План определяет направление и сфера сотрудничества до 2020 года. Речь идет о реформировании и военном планировании, образовании и подготовке войск, консультативной помощи, сотрудничестве между видами вооруженных сил. Угроза Украине кроется в политиках-популистах. Об этом заявил стратегический советник президента по поддержке реформ, экс-вице-премьер Словакии Иван Миклаш. Он вступился за реформаторов, которые внедряют в том числе дирегуляцию тарифов на энергоносители. Миклаш отметил, альтернативой повышению цен может стать возвращение к тому, что происходило в этой сфере последние 25 лет. Советник напомнил, дирегуляция тарифов на энергоносители в конце концов улучшит социальную политику и повысит зарплаты. Миклаш считает, за последние два года в Украине сделано больше, чем за все предыдущие годы независимости. Рецессия и сложная экономическая ситуация в стране – это не последствия реформ, а результат их долгого отсутствия. Проблему усугубляет российская агрессия. Миклаш говорит, повышение тарифов – всегда непопулярная мера. Но украинцам нужно пройти через это. Студенты Канзаса помогают правительству США определять зоны размножения комаров определенного вида – тех, которые могут стать переносчиками вируса опасной лихорадки ЗИКа. Преподаватель Нойбуш и его подопечные составляют специальную карту. Их задача – создать централизованный банк данных с постоянно обновляемой информацией. Это позволит быстрее реагировать в случае эпидемии. Пока вирус распространяется в Латинской Америке, в основном в Бразилии. Ученые говорят – он может вызывать микроцефалию у новорожденных. Удивительно быть частью этого процесса. Вначале я думал, это локальный проект, но он оказался более масштабным. В США все случаи заражения ЗИКа связаны с зарубежными поездками. Но эксперты уверены – очень скоро вирус начнет распространяться внутри страны. «Нам нужно быть подготовленными. Нам нужно понимать, где размножаются комары, составить карты, динамические карты. Они позволят нам определить, где есть комары, оценить риски для людей и животных, обеспечить пищевую безопасность в США». Сейчас в проекте принимают участие около 100 высших учебных заведений в 10 штатах. Но на этом ученые останавливаться не намерены. Они планируют привлечь к работе пятую часть американских университетов.